Все, Вам слово. Матушка, можете начинать. А слышно, нет? Да, слышно. Спасибо. Ваши Пресвященцы, Святые Владыка, благословите. Достаточно молодцы, пастыри, Ваши Святые Маги. Сегодня вторая часть нашей конференции посвящена Святой Преподобной Матери нашей в Египте, в Александрии, в богатой семье, которая переехала в Египет из Македонии. В ее семье, помимо нее, было три брата и еще одна сестра. Младший брат умер. Когда сестра ее младшая была слепа от рождения, родители стали склонять Святой Сенатетикию к замужеству, но она попросила родителей не отвлекать ее от ее поста, молитвы, которые она, еще будучи оживляя у себя дома, всегда молилась и постилась. Когда родители ее умирают, она выбирает одну из грабниц, в которой были похоронены ее родственники, продает все свое имущество, раздает его нищим, и берет свою слепую сестру, ухаживает за ней, и поселяется в этом склепе. Приглашает священника, он остригает ее волосы в знак отречения от мира и всех его удовольствия. Дает ей наставление ходить в черной одежде, без всяких бахром и украшения. Неизвестно, до того времени, пока к ней стали собираться жены, которые были наслышаны о ее подвигах. Любого христианина всегда интересовал вопрос, как спастись. И они задавали этот вопрос и ей. Она долго не отвечала и плакала, и не хотела быть наставницей ученицы. Сестры, мы не делаем этого. Господь нам дал заповедь. Первое, любить Господа. И второе, любить своего ближнего. Спасение в двойственной любви. Она учила своих сестер целомудрия и говорила, что немерские жены имеют некое целомудрие, однако они грешат всеми чувствами и особенно смеются бесчинно и смотрят нескромно. Также сестры спрашивали ее о нестяжении, насколько оно важно. И она им говорит, насколько оно важно для спасения души. И она давала такое наставление, что нестяжение очень важно, потому что те, кто стяжевает имущество, имеют всегда беспокойство и скорбь во плоти. Те, которые не стяжевают ничего, всегда спокойны духом. Также она говорила своим сестрам о том, что все наши грехи, все наши падения начинаются с того, когда мы теряем страх Божия. С тех сестер, которые собрались вокруг нее и стали жить вместе с ней, она учила о послушании и говорила, что послушание ведет к смеленамудрию, а непослушание, своя воля, ведет к высокомерию, а высокомерие всегда ведет к падению монаха. В Духовной Бране она учила во время положения все матросы, все, кто находится на корабле, стараются спасти его. И для этого они выкидывают за борт порой иногда очень ценный груз. И самое главное, все находящиеся на корабле они слушаются своего капитана. И вот когда немного Боря ослабевает, тогда и моряки немножко предаются покою. Покуша на стихии. И что море сегодня спокойно, а завтра опять шторм и опять Боря. И что нужно быть всегда готовым к этой Бори. Уныния, главное, что борет монаха. Она писала о том, что есть печаль на пользу и есть печаль во вред. Печаль на пользу состоит в том, чтобы сокрушаться о своих грехах, о невидении ближнего и о том, чтобы не отпасть от предложенной цели, с подолицей совершенной благости. В этом состоит печаль по Богу. Но к всему бывает некое примешение врага, ибо и он наводит печаль исполненностью. Называется молитва и в Салмопене. У нас есть одна работа епископа Варнауа Беляева, посвященная хобе восинклетики. И вот он рассуждает по поводу того, чему учила в Салмопене о печали. А именно он говорит о том, что бывает печаль по Богу, и она настигает нас тогда, когда мы осознаем, понимаем, что наши грехи, они прогневляют всемилостивого Господа, и что ответ на страшном суде бывает довольно нелицеприятен, если вообще мы сможем оправдаться. Поэтому такой человек всегда плачет, он стремится уединиться, стремится к молитве, его не интересуют ни его друзья, ни пиршества, даже его родные. Но что самое удивительное, что в этом состоянии в слезах человек получает облегчение своей душе. Душа его начинает радоваться и веселиться. Это явное присутствие и посещение души благости Господней, благодати. И это великое чудо. Дальше епископ Варнава говорит о второй печали. Это та мирская печаль, которая свойственна очень многим людям. Мы можем печалиться от того, что у нас нет зарплаты, мы имеем не ту одежду, не ту еду или еще что-либо касающееся мирского. И также рассуждают о том, что бывает печаль, постигают те люди, которые находятся в подвиге. Тогда им кажется, что все для них становится безразличным. Его не интересует больший медапост, его утомляет молитва, ему не хочется идти на бдение. И он говорит о том, что эти минуты в такое состояние, они навеяны врагом. И дьявол очень любит это состояние у монаха. И говорит также о том, что ссылается на святую преподобную синтетикию, которая говорила о том, что если тебя болит какая-то страсть, сопротивляйся всеми силами души, нисколько не ослабевая. То есть если ты не хочешь молиться, наоборот, молись, ломай себя, ломай свою волю и делай то, что тебе не хочется в твоем подвиге. Ты так сможешь победить врага и получить венец победы. О посте она говорила, сравнивая его как два бедра воды одновременно. Пустой опускается в колодие, а в полном поднимается. Так и у нас. Когда мы заботимся только о душе, она исполняется добродетелями и поднимается ввысь. Тело же становится легким от подвигов и не тянет душу к земле. Все те, кто подвязывается сверх мира, являются учениками нечистого. Как же можно отличить царственный подвиг, который от Бога от подвига в кавычках иронического и бесовского? И она отличает по его соразмерности. Она даже где-то писала, что вот чрезмерный подвиг похож на то, что как бы если бы сам человек вонзил себя в нож. И поэтому она также училась сестер, что неправильно, если вы допустим несколько дней не едите, а потом позволяетесь себе сесть более того, что вы вообще кушали. И бывало даже говорить, что не желая съесть больше хлеба, чтобы тебе потом не захотелось выпить и вина. Для разрешения поста, продолжала она, не стоит искать оправдания в болезни, потому что и непустящийся подвергается тем же болезням. Утомительный подвиг и чистая молитва являются универсальными лекарствами при всяком губительном помысле, при всяком губительной страсти. Однако, при плотской бране нужно также использовать особое приспособление. Когда к нам придет какой-нибудь постыдный помысел, мы должны противостоять ему противоположному. Она также говорила сестрам о том, что если вдруг перед лицем твоим явится образ мужеского лица, ты отрежь ему губы, выколи ему глаза, представь его гниющим, и тогда все твои какие-то страстные помыслы будут ослабевать и удаляться. Мы должны рассуждать при борьбе с привязанностью к другому человеку, представляя, как из него стекает гниль и флавония, как будто бы он мертв. Однако, самой главной победой при отражении плотской брани должно стать украшение чрева, порождающего все страсти. Сама Симплетики всегда говорила, что нужно скрывать свои добродетели. Таким образом, человек не удаляется от Бога. Мы можем достичь этого только при одном условии, если принесем в жертву Христу весь наш ум и все наше помышление. Нужно быть более внимательными к внутренним помыслам. Желая уничтожить дом нашей души, враг начинает рушить его либо с фундамента, либо с крыши, либо входят через окна и слезы сначала хозяина, а потом овладевают всем, что в его доме. Фунтайментом дома душевного являются добрые дела. Крыша – это вера, а окна – чувства. Если возникают гордилевые помыслы, нужно всегда воспоминать слова Давида «Азь есть череп, а не человек». Нелепо говорила она, чтобы наш язык, созданный для воспевания божественных гимнов и славословия Бога, произносил скверные и бесстыдные слова. Нужно хранить язык и слух наш, чтобы никого не сословить и не слушать с пристрастием клевету других. Также научила своих сестер тому, что всегда нужно жить в мире. И говорила так, если ты поссорился со своей сестрой до захода солнца, постарайся, чтобы оно не зашло, пока ты с ней не перемирилась. Если ты с ним поссорилась после того, как солнце зашло, сделай так, чтобы ты была в мире, когда утром солнце зайдет. Она сделала интересное деление людей по типам и характерам. Первый тип отличается крайней склонностью ко греху. Дравом худые люди имеют общение с худшими себя, то они тогда еще становятся более злыми и возрастают в этом зле. Они, как злые соседи, видя своих братьев горящими, еще более разжигают огонь, как дрова, подкидывая в него собственные грехи. Второй тип это люди, которые занимают среднее положение. Они склоняются и к добру, и к греху. Средние стараются избегать худых, поскольку опасаются встать от общения с ними тоже худыми, ибо они еще не утверждены в добре. Эти люди, когда видят, что их ближние попаляются грехом, в страхе, чтобы самим не сгореть от греховного огня, убегают. Однако есть и третий тип. Это люди, возвышенные в своей добродетели. Не только себя укрепляют в добре, но всячески стараются привести к нему и того, кто крайне склонен ко греху. Третьи, обладая мужественным характером и твердо стоя в добре, общаются с худыми, чтобы спасти их. Если же этих третьих поносят и издеваются над ними те, кто видит, как они общаются с худыми и нерадивыми, они все же эти обвинения принимают как похвалы, бесстрашно завершаем Божие дело, то есть спасение братьев. Будучи добрыми, ни во что не ставят средств истяжания, но считают их ниже спасения братьев. В этом заключаются признаки истинной любви. Такие люди являются хранителями искренней любви. Здесь по-третьему типу людей можно вспомнить в житье беглого монаха Виталия. О нем рассказывается, что он так оскорбил женщинам, которые имели много мужей, скажем так, что старался всеми силами привести их к покаянию и люди думали, что он посещает эти непристойные места, потому что он нечистивец и много поносили его. А он сидел и молился и плакал и ущевал их и давал им деньги, чтобы они отвращались от своего такого греховного пути. Самый тяжелый грех это злопамятство. Со злопамятством последует всегда множество бед, это зависть, печаль и злословие. Надо хранить одних свою душу в простоте. Нужно хранить язык и слух наш, чтобы никого не засловить и не слушать с пристрастием к левиту других. Не радуйтесь несчастьем других, даже если эти люди были весьма грешными. Как острое лекарство отгоняет бешеных животных, продолжала она, так молитва с подстолм прогоняет нечистые помыслы. Не отступай назад, когда враг препятствует тебе, терпением твоим он уничтожится. О милостыне любви она писала так, говорила так, давать милостыне все благи велел не столько ради того, чтобы питать нищих, сколько ради стяжения любви теми, кто милует, потому что милостыне становится начатком любви, не умеющих ее стяжать. Еще она говорила о том, что враждебный долг, когда станет нападать на нас, мы распростем вместо паруса наш крест и будем безопасно совершать наше плавание. похоть наслаждение и печаль три главных и первых греха приходящих от врага. От них происходит все другое зло. Они связаны друг с другом и следуют один за другим. В этой жизни мы рождаемся трижды. Первый раз, когда мы выходим из чрева матери. Второе, когда мы крестимся. И третье наше рождение бывает тогда, когда мы через покаяние, добрые дела начинаем изменяться. Святая Синклетике тяжело заболела. В последние свои годы жизни она страдала сначала горячкой. И даже тогда, когда невыносимо были ее страдания, она не оставляла наставления сестер, которых она очень и очень любила. Терепение в болезнях. есть величайший подвиг. Мы должны терпеть болезнь, благодарить и прославлять за нее Бога. Душевное здоровье только возрастает, если даже и все наше тело будет сковано болезнью. Душа, посвященная Богу, никогда не должна пребывать в беспечности, потому что тот момент, когда они безмолвствуют, враг скрижищет зубами и опечаливается, будучи ими побежден. Чуть отступив, он примечает, когда они немного расслабятся и тогда нападают и прещают именно тем, в чем эти души были спокойны и где они ждали удара от врага. Никому не следует пренебрегать малым, как будто оно не может ему повредить, ибо капля камень точит. Великие блага приходят к человеку от божественной благодати, но с малыми страстями мы должны бороться своими силами. Кто борется с большой страстью по благодати Божией и пренебрегает малыми грехами, получит большой вред. Когда мы начинаем ходить, Господь как истинный наш Отец протягивает нам духовным своим детям руку, чтобы мы не упали. Избавляя нас от великих опасностей, Он оставляет нас одних справить малыми. Так Он показывает нам величину нашей свободы и возможность нашей силы. После горячки враг напал тем, что ненавидя ее наставления сестрам, он поражает ее язык. Сначала у нее начинает загнивать зубы, загнивает челюсть. Она терпит невыносимое страдание, но не хочет призвать врача, потому что боится, что враг отнимет у нее венец. Страдания были настолько велики, что и рана была настолько ужасная и большая уже, что сестры с трудом заходили к ней в килию. Нужно было возжигать очень много ладана, мира, чтобы погасить этот тяжкий запах. Они все-таки призвали врача, и врач, чтобы не смутить святую, утешил ее и так. Он сказал ей, что мы нисколько не стремимся ослабить ваш труд, ваш подвиг, но делаем это для того, чтобы облегчить состояние сестер, которые за вами ухаживают. И только тогда, после этого, она согласилась, потому что, еще раз повторюсь, она очень любила своих сестер, была всегда смирена, и, думая об их благе, она согласилась. Врач тогда пришел, сделал ей некоторое бальзамирование, убрал некоторые гнаящиеся ткани и дал ей некое облегчение, а также и сестрам, которые за ней ухаживали. Так она провела достаточно долго времени, борясь, нисколько не ослабевая, хотя и молчала. И однажды она видит видение, что множество ангелов и дев предстоят около ее адра. И она сказала своим сестрам, тихо сказала, что скоро, через три дня она отойдет в светлые обители райские. Много подвигов и трудов сначала предстоит приходящим к Богу, но за ним неизглагованная радость, говорила Синклетикия. В эту радость она и вошла после своих великих трудов и подвигов на 80-м году своей жизни. Молитвами преподобной Матери нашей Синклетикии Господи Иисусе Христе Божий наш помил и нас. Хотелось бы сказать еще, что, к сожалению, о жизни Святой Синклетикии очень мало написано. У преподобного у святителя Дмитрия Ростовского там не более полутора или двух страниц также опять есть небольшая такая книга Выше выше да вот вот так вот так вижу да святые жены в пустынях Востока тоже совсем мало они что-ли посказаны хотя опять же повторюсь она является начальницей монашеского бытия для жен и и и дев ну спасибо Господи за внимание пока может быть какие-то есть вопросы я немножко поспешу я немножко благословите поясню некоторые моменты для многих является странным метод борьбы с такими искушениями которые нам воображают красивые телеса вот вы читали что преподобные советуют представить что выпадают глаза там значит обнажается череп и так дальше подобные вещи борьбы страстным помыслом что интересно есть в буддизме и златоуст описывают и путали и златоуст очень похоже но там где буду ставить точку что представь и все златоуст делает запятую и говорит говорю я это не уничижая природу да не будет то есть богом созданно но как бы подслащенное дьяволом представление мы как бы домысливаем что с этим потом будет то есть по факту конечно любое красивое тело оно в итоге сгнивает с червями все и в земле распадается в прах вот и в тот момент когда нам дьявол представляет красоту какого-то тела используя наше воображение нашей страсти внутреннюю нашу испорченность вот в этот момент просто мысли христианина должны немножко дальше простираться что же будет с этим телом как и с моим телом лет через сорок через сто лет вот так что и еще не надо это прям воображать себе как это будет а просто мыслью так да что реально человек потом распадается что вся красота это временное уличение ей сует то есть это возвращение к реальности получается когда мы так вот думаем затем говорится на критике что милость не важна больше наверное для нас чем для нищих действительно когда мы дарим как говорится блажение давать нежели принимать поэтому когда мы благодетельствуем конечно мы и таким образом свою душу делаем более милостивой вот скажем жестокосердие пропадает и конечно тем самым приобретаем уже милость от Бога блажение милости и октябрь и помилование будут еще вы сказали что нужно жалеть грешник что интересно у католиков наблюдение за страданиями грешников в аду признается одним из наслаждений праведников то есть праведники в раю и вот они не только наслаждаются лицезрением Бога по католическому учению а еще наслаждаются тем что видят страдания грешников а как говорит Севелан Афуанский говорит что душа святого человека как сказать сама исполняется скорбью если видит страдания хоть грешников хоть кого вот когда спросили у старца Амвросия Оптинского как же так вот если мои родные будут в аду а я в раю как я смогу наслаждаться райскими обителями райскими благами когда буду знать что мои ближайшие люди которых я любил здесь находятся в аду ну преподобный сказал так сказать может быть прикровенно говорит вы не понимаете там все другое ну отчасти это можно понять так что ну в богобожские времена скажем те же даже братья родные у старца Матроны Московской некоторые коммунисты из них были и против креста шли и конечно скажем так вроде не вызывают жалости с одной стороны с другой стороны жалеть их нужно и плакать о них нужно но видимо в раю когда Господь настолько даст сладость такую что люди будут забывать и землю и все что с ней связано и родственные связи то есть в раю уже связи больше по духу чем плоские связи вот тоже на первый взгляд выглядит странным что преподобность Энклидике не принимала лечения от врачей но на самом деле когда есть горение духа к богу это мы видим на примере исповедников мучеников то есть такое желание пострадать за Христа когда человек четко осознает очень живо что за меня грешника сам бог пострадал то есть старается тоже насколько можно пострадать Христу можно вспомнить здесь преподобный вернее Иосиф Исихаст он дал ну он жил в пещере и там очень было сыро и холодно из-за этого вот кто читал житие знает что он застудил всю нервную систему себе и практически был парализован очень страдал от холода очень сильно и потом его ученики выпросили кое-как он дал благословение выпросили чтобы сделать ему печку в пещере его в келье вот он говорит ну хотите делайте ну один из по-моему Харлампий стал делать значит разложил купил железо там разложил как-то начал их скручивать эти листы но эти листы то увеличивались то уменьшались в размерах так вот дьявол такое искушение сделал что никак Харлампий говорит ну я раньше быстро все это делал не могу понять ничего не получается вот и пошел уже преподобную Иосиф 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 и говорит отче что происходит кроме того там вокруг него пыль поднималась в глаза ему невозможно было все сделать то есть не смог сделать печку и тогда старец Иосиф говорит я видел как дьявол мешает тебе сделать для меня печку и я понимал что сейчас Господь его прогонит и у тебя все получится он говорит я стал Богу молиться Господи ну пусть продолжает дьявол мешать пусть у меня не будет печки даруй мне возможность показать тебе мою любовь что ради тебя я готов нести такие страдания также может помните у старца Паисия Афонского написано когда в 310 году 312 году по тюрьмам сидели узники за Христа исповедники и каждый из них жаждал того дня когда зайдет в тюремную камеру глашатой назовет имя очередного мученика и его поведут на Ишафот страдать за Христа они друг друга подбадривали утешали и прям горели сердцем чтобы пострадать за Христа и тут однажды открываются дверь темницы заходит глашатой и говорят что христиане вы теперь свободны можете выходить на свободу и вот старец Паисия они желали поздравить за Христа жажда такая была горение а император Константин все им испортил их теперь не исчезает уже все христианство признавалось уже легальным можно было и такие исповедники которые желали страдать за Христа они как раз стали большей частью уходить в пустыне и таким образом появлялись первые монастыри именно из тех людей которые желали себя принести в жертву Христу Богу и тут надо сказать мудрость тоже врача что он говорит не ради тебя самой а вот чтобы сестрам было проще за тобой ухаживать позволь и так как она не только Бога любила всем сердцем все мысли всей крепостью но любила еще и ближних как саму себя поэтому ради них она согласилась ослабить немножко уменьшить свой подвиг за Христа ну и конечно не все легко воспринимается когда вот вы читали сегодня и для нас людей уже слабеньких кажется ну невозможно и может быть не нужно настолько жестко подвязаться как она она довольно жестко подвязалась вот это очень высокая планка и там действовала особенная благодать Божия потому что это закваска была всего монарства женского и высота была неимоверная то что описываются ее подвиги и из ее слов понятно это те трудности но сколько она имела от этого сладости от любви ко Христу от чистоты своей от чистоты совести от того что она видела что через нее Господь еще и сестер спасает ну об этом конечно много не сказано но я просто обращаюсь к нашим батюшкам к матушкам потому что может быть ну мало книг а монарства читали и сейчас это может показаться таким сугубым подвигом и не всем понятным зачем так себя истязать ведь все Господь сотворил для радости в этой жизни вот ну хочется сказать что во-первых это очень большая планка и высота так как она была еще закваской и во-вторых тут не упоминается ну мало упоминается о той благодати которую она имела которая в ее сердце открылась как свет но отчасти вы сказали что когда она видела ангелов и сказала что я скоро отойду вот конечно у нее внутренний мир был очень и очень богат ну так благодарим малышка сегодня хорошо живо и со звуком сегодня лучше мы можем да отец Константин можем связь новая запись уже